Выборы без интриги. Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы на очередной шестилетний срок. На прошедших воскресенье выборах за него свой голос отдали почти 68% избирателей. На втором месте с 21% Энри Фалькон от партии «Поступательное движение». Впрочем, главные оппозиционные фигуры либо бойкотировали выборы, либо не могли принять в них участие из-за административных барьеров. Поговорим о результатах выборов прямо сейчас. В московской студии «РТВА» эксперт по Латинской Америке, Центр изучения кризисного общества Татьяна Русакова. Татьяна, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, насколько вы согласитесь с фразой про выборы без интриги? Или, может быть, у вас другое впечатление? Да, действительно, здесь вы абсолютно правы. Выборы без интриги, а их результат был ожидаем, предсказуем. Что, впрочем, показывают... Ну, то здесь как бы все было довольно очевидно. Это было... А можете сначала немножко пояснить? Я так понимаю, что были кандидаты довольно серьезные, которые могли бы получить какую-то большую поддержку, но их либо не допустили, либо они сами не баллотировались. Да, действительно, были очень харизматичные кандидаты от оппозиции. Это прежде всего Леопольдо Лопес, который представляет партию «Народная воля». Он осужден на 14 лет, находится сейчас под домашним арестом, соответственно, поэтому участие в выборах принимать не может. Другой сильный кандидат, это Энрике Каприлис, который уже баллотировался в президенты. В 2013 году он проиграл Чавесу буквально всего ничего, там какие-то 2%, если я не ошибаюсь. Ему запрещено заниматься политической деятельностью. Мадуро последовательно зачистил очень аккуратно и заранее политическое поле, чтобы избавиться от своих сильных соперников. Поэтому единственный кандидат от оппозиции, который выставил свою кандидатуру, это бывший чавист, кстати говоря, экс-губернатор штата Лара Энри Фалькон. Он был сторонником Чавеса до 2008 года, и потом из-за политических разногласий ситуаций плавно перешел в оппозицию. Это далеко не самый сильный кандидат. Как и показали его результаты, 21%. Но здесь есть еще такой нюанс, что, скажем так, Фалькона допустили на выборы для того, чтобы показать мировому сообществу, что в принципе в Венесуэле есть оппозиция, она может участвовать в выборах. Но вот вы видите, оппозиция слаба, революция побеждает. Такая довольно очевидная уловка, на которую, как мы видим, на которую ожидаемо не купились те, кто не купились, и ожидаемо с ней согласились те, кто согласились. Я имею в виду Москву, которая сказала, что выборы не вызывают никаких сомнений, и США, которые заявили, что эти выборы не признают. Как вам кажется, как сейчас будет развиваться ситуация? Понятно ведь, что с выборами те проблемы, которые последние месяцы становятся все острее и острее, они явно с выборами не разрешатся. Да, действительно, выборы абсолютно никак не разрешат ситуацию. Это просто загонит страну полностью в международную изоляцию, потому что не только США сказали, что эти выборы нелегитимны. Еще их не признал Евросоюз. И так называемая лимская группа – это Мексика, Аргентина, Чили, Перу. Те страны, которые создали такой альянс, чтобы помочь Венесуэле выбраться из той ситуации, в которой она сейчас оказалась. Ну, понятно, что безрезультатно. Поэтому они тоже, уже даже заранее до выборов, президент Чили сказал, что он не признает результаты выборов, потому что это фарс. Поэтому Венесуэла будет оказываться все дальше и дальше оторванной от мирового сообщества. И что касается экономики, тоже даже растущие цены на нефть не решат проблему. Вот, собственно, это как раз мой следующий вопрос был. Мы ведь видим, что, особенно здесь, в Российской Федерации, внимательно, как мы понимаем, всегда следят за ценами на нефть, поскольку столь большие надежды на нее возлагаются. Экономика Венесуэлы в этом смысле на российскую экономику очень похожа, поскольку она ориентирована на это. И вот нефть растет. И выше 80-ти бьет рекорды за последние 4-5 лет. Почему это не помогает ситуации экономической? Дело в том, что та нефтяная инфраструктура, которая должна поддерживаться и которая должна помогать в наращивании экспорта и росте доходов в государственную казну, она очень сильно поизносилась. Там нефтяные заводы, большей частью она практически парализована из-за того, что инвесторы бегут, с рынка технологий взять неоткуда. Поэтому ситуация тяжелая, и объемы добычи нефти, они сейчас на уровне 20-летней давности. То есть просто недостаточно нефти, чтобы пользоваться ее высокой ценой? Да, они просто не могут нарастить объемы добычи нефти. Сейчас это 1,5 миллиарда баррелей. А при Чавесе это было практически вдвое больше. Скажите, в чем сейчас заключаются основные требования оппозиции протестующих? Мы помним, что все началось с экономических требований, и совсем они перешли в политические. Верно? Не совсем так. Дело в том, что нынешний выбор – это такой, скажем так, апогей того конфликта, который начался еще в 2016 году, когда в Национальную ассамблею пришла оппозиция. Она выиграла выборы в парламент, заняла очень много кресел, и поэтому была способна накладывать вето на решения про правительственных сил. И чтобы избежать такой ситуации, чтобы сохранить в своих руках всю полноту власти, Мадуро под надуманным предлогом, что в двух штатах, по-моему, были выборы сфальсифицированы, там какие-то были заявления о нарушениях, он, соответственно, попытался убрать вот этих оппозиционных кандидатов, которые там победили. И Национальная ассамблея этого не приняла, и с этого начался вот это вот раскручиваться маховик вот этого вот протеста. Если посмотреть на сегодняшний день, единственное, что устроит оппозицию – это уход Мадуро и его окружения? Да. То есть, по сути, ситуация еще больше заходит теперь в тупик, чем до выхода? Да, дело в том, что весь прошлый год стороны пытались при международном посредничестве договориться хотя бы о каком-то диалоге. Когда Мадуро шел на диалог, оппозиция была очень против и отдельных своих представителей упрекала в коллаборационизме, если они говорили, давайте, в общем, пойдем на диалог, попробуем договориться. Основная часть оппозиции говорила, что единственный выход из этого тупика – это то, что Мадуро уходит и назначаются в ней очередные выборы. В принципе, все. Мадуро, понятно, по ряду причин не может себе позволить покинуть президентский пост. Поэтому такой слегка, получается, патовая ситуация. Выхода на данный момент нет. Спасибо вам. Благодарю. В московской студии «Артивай» была эксперт по Латинской Америке и Центр изучения кризисного общества Татьяна Русакова. Мы говорили о результатах выборов в Венесуэле. Продолжение следует... Продолжение следует...